Alright, back to you live! Итак, сегодняшняя поездка в горы для покорения коньковым полем вершины горы Каслен Каслен-Маунтик Это 90-е привей, который пересекает Америку справа и слева имеется ввиду с запада на восток или с востока на запад из Бостона до Сиэтла самая длинная магистраль почти 3000 миль это кончание конечность на самом деле это начало пути здесь из Сиэтла и окончание пути с восточного побережья вот, значит сегодня солнце хорошая погода и мы уже видим вверху горы покрытые снегом и выше тоже есть только горы 41 миль это 41-й выезд и нам еще останется проехать 15 миль он поехал большой трак повез Джон Диро кто-то имеет комбайны комбайны для кого? для местных или для того, чтобы их отправить в Японию косить нюклы высокообогащенную ядерными осадками пшеницу на территории Японии вот, значит, теперь одна из предпоследних выездов перед началом взбирания горки он едет там трак, который очищается снег большой очень трак но лучше за ним ехать от него, как правило, очень большое количество камней летит что, в общем-то, не только разбивает лобовые стекла но и оставляет нехорошие трапинки на машине то есть камни, которые летят из-под него бьют в... и после этого они оставляют небольшие точки что, в общем-то, у нее есть приятно так, два полицейки кого-то остановили и будут проверять документы опять же, появляется вид на горы заснеженные солнце небольшие облака но это даже и лучше чем меньше облаков, тем лучше для нас опять же, значит это территория штата Вашингтон это западная часть Вашингтона 30 42 мили отсезло и вот уже начинаются горы с их росой большое количество снега снег можно понять только когда к нему приблизиться здесь вот начинается уже снег лежать на поверхности под большой трак везет мини автобусы прайсеры и для продажи на другом делу шик потихоньку начинает уже появляется снег справа и слева вот наш, например, указатель идет это 8 миль до 10 миль нам осталось ехать до хайка что, в общем-то, называется golden grid золотой ручей проезжаем проезжаем мы еще обгоняем трак Питербелл это машины сделаны здесь в Рентоне траки, которые пересекают Америку монстр трак вот и вот опять же появляется гора очень интересный спуск спуск где видно уже стоит и большие лавины большой, очень крутой спуск вот тут под моим лобовым стеклом обгоняем моим Subaru у нас еще остается достаточно бензина значит, ограничение скорости 70 миль для траков 60 но, как правило, люди едут быстрее так такое количество людей уже начинают ехать с работы трафик небольшой не то, что в Москве в Москве нужно переделать все дороги и развязки надо делать почти в два раза больше шире что я думаю в общем-то они не сделают такую вещь за последующие пять лет если будут так воровать средства опять же значит тут поезд на другую сторону в которой пользуются полицейские машины полицейские имеется ввиду для местной в местном переводе это State Patrol так называемые патрульные машины штата Вашингтона это опять же ближе все ближе и видно в снег в горах на елках появляется новая краса красота неописуемых размеров обгоняем Хонду значит здесь уже небольшой с 36 градусов фаренхейда 65 миль часы привлечения но люди как правило сбавляют только до 70 какой-то осел на траке несется с правой стороны меня обгоняет туда ему дорога мы так нестись не будем вот и пошел подъем начало так называемое Снохоми Хас или перевала Снохоми это уже справа и слева появляется достаточно большое количество снега по московским меркам где-то метра полтора на обочинах он может быть чуть-чуть меньше в горах на этом уровне потом он начинает повышать уровень снега повышается впереди вот идет небольшой школьный автобус мы будем и уходить влево потому что нам надо это будто были шрак шрак с лесом Донецк здесь пошел вверх подъемчик уже и вот открывается еще неплохой вид это и есть Алпентайр так называемая в переводе американская Швейцария Высший город только могут вот снег уже прибавляет значительно даже и не старайтесь его проверить людям с полтора метровым ростом будет не видно будет полностью погреблен погребен под этим снегом что в общем-то не есть хорошо сейчас начинает идти шаг мы сейчас с левой стороны с правой стороны поскольку этот идиот меня приехал шаг мы обогнали и несколько опять же идет большой очень большой очень большой лабиринт со снегом его чистили позавчера пять дней тому назад где был совершенно снежный завал закрыли мы дорогу для того чтобы его очистить и вот опять же тут очень неплохой вид вот они только горы естественно сосны по 15 метров и того и больше мы начинаем обгонять этот шейлок который немножко будет зависать на подъеме и вот 52 ядер что в общем-то говорит о том что западная часть перевала начинается мы приближаемся к самой верхней точке перевала это будут включить немножко дворники с обрызгивателем воды потому что уже начинает лететь капли дождь и вот тут это и есть американская Швейцария как кому-нибудь странно видит и слышит но это лучший вид значит в Сиэтлу в горы появилось большое количество снега почти 4 или 5 метров снега вот тут открытые только что помелькнули открытые горные спуски где можно кататься значит выезд на восточную вершину вот вот она немножко надо будет еще мыть стекло кто-то катается люди катаются уже не так много вот видно как небольшие мурали катаются но человек может 200 всего и в принципе очень такое очень большое разреженное количество проезжаем еще одного трака и еще вот тут видно с левой стороны очень хороший вид белые сосны покрытые снегом горы изумительной красоты и опять же лабиринты снега потому что шло почти снег шел почти в течение последних трех недель не переставая естественно кто хочет со мной упереться но если выезжать то пускай осел на своем усилите и сане что тут выезд на хайк мы въезжаем в 54 экзита выезд 54 вот написано golden золотой ручей скорее всего когда-то нашли золото оно теперь кончилось может он где-то есть далеко вот опять же эти все горы значит остановочных сигналов с трудом видно особенно вот с этой стороны ему фактически занесло снегом снег выше чем моя машина такие слои снега как торты 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 из мороженого вот опять же люди едут здесь они живут и им прикольно скрапывают себя достаточно большое количество снега снег почти застилает вторую и первый этаж дома вот тут обрезаны кусок торта из мороженого который хочет откусить его отрезать и съесть вот значит уже мы подъезжаем к этому месту где мы остановимся для остановки на лыжах так посмотрим где же на самом деле лучше припаковаться хотя честно я думаю проблем с парковкой нет кто хочет увидеть сколько здесь снега может убедиться что снега больше чем первый этаж фактически 76 метров высотой так вот люди 4 человека на лыжах значит мы опять подъедем в то место где я в прошлый раз поперковался сейчас подъем вот вид наверх